Приветик, меня зовут Аня, а это мои собачки Чихуа Софи и Эйвен. Подписывайтесь на каналчик и поставь лайк этому видео. А как только видео выходит на канале, мама отвечает на ваши вопросы, так что не опазднуйте. Мы хотим передать привет Зинаиде Рыжовой. Привет, Зинаида Рыжова, тебе от нас и наше видео сигнал. Потому что именно она в видео дешево-дорого щенки написала кодовое слово хэштег щенок первое, самое первое в комментариях. В этом ролике тоже будет кодовое слово, так что смотрите ролик до конца, ищите кодовое слово, и кто самый первый напишет это кодовое слово в комментариях, в следующем видео получит от нас видео сигнал и приветик. А сегодня наше видео посвящается игрушечкам для собак, дешевым и дорогим. Я обязательно оставлю в описании к этому видео ссылочки на другие ролики про игрушки. Мы делали много роликов, я рассказывала там, какие есть игрушки у Софии Эйвена, какие для чего. Мы даже проводили челлендж с Вильшкоргой Кардиганами про развивающую игрушку, так что все эти ссылочки я оставлю внизу в описании. И они сняты в основном все на каникулах у бабушки. Так что там весело! Конечно же, для любых животных, для любых питомцев, неважно, собака, кошка или кто-нибудь другой, есть игрушки самые разные. Очень дешевые всякие разные, и есть дорогие игрушки. София и Эйвен, так как они разные по характеру, у них разные предпочтения в игрушках. Эйвен любит, например, мячики, он очень любит мячики. Софиша тоже любит мячики, но ее любимая тема это пищалки. Она почему-то очень любит пищалки. У Софии Эйвена есть много разных игрушек, но очень часто игрушки убиваются быстро. Но когда я покупаю новые, я чаще всего покупаю те же, что мне уже понравились до этого. Все мячики у Эйвена, в конце концов, просто умирают. Вот этот мячик был очень дешевый, и, соответственно, он очень быстро порвался, и теперь им играть уже нельзя. То же самое, как вы видите, вот с этим мячиком. Внутри он пластмассовый, он был обшит, и он тоже быстро очень порвался. Осталось только сейчас сделать что-то из него другое. В основном все дешевые мячики, которые я покупаю Эйвену, разрушаются, превращаются в ничто. Даже дешевые мячики из материала, которые, как мне казалось бы, невозможно убить, он все равно их разгрызает. И в итоге ими уже играть нельзя, потому что иначе он подавится какими-нибудь вот такими вот мелкими деталями, которые отваливаются от этих мячиков. Вот этот мячик пока еще остался жив, но я думаю, что он тоже скоро умрет. В конце концов, я решила, что лучше всего Эйвену покупать цельные мячики. И купила вот такой вот классный светящийся мячик. Его вряд ли можно разгрызть, но он сдулся, и теперь он уже как мячик не катается. Я пришла к выводу, что лучшие мячики это мячики из канатиков. Их очень сложно грызть, и при этом они, в принципе, также катаются. Их очень классно, легко можно хватать зубами за вот эти вот части. К сожалению, очень маленьких не бывает, и в рот его взять как вот такой вот мячик, например, маленький, нельзя. Так что за жизнь с Эйвеном мы покупали мячики и дорогие, и дешевые. И я даже в какой-то момент решила, что ему нужно покупать мячики для кошек, которые продаются такие по три штучки там в наборах, чтобы он ими играл. Но в итоге они тоже убивались, из них все доставалось, они рвались и так далее. Кроме мячиков еще популярны мягкие игрушечки для собачек. Это всегда прикольно, они менее убиваемые, но здесь тоже есть разница. Вот эту мороженку я очень люблю, она реально прикольная, такая прям мороженка. Но это дешевая игрушка. И вот мы сразу видим, что материал не очень долговечный. Вот здесь она подралась, ее покусали, потянули, и, соответственно, она уже здесь дальше разрывается очень легко. Еще она вот здесь внизу распустилась, и у нее очень быстро отодралась бирочка, и полезли всякие вот волосики изнутри. Изначально она была пищалкой, сейчас она уже там не работает от постоянных игр. Вот иногда периодически она пищит. А вот этот кролик Гигви, это была дорогая игрушка для собак. Она из очень качественного материала. Это тоже игрушка-пищалка, в том числе в голове. Если я ожидала, что у кролика, скорее всего, должны быстро отвалиться глазки, или испортятся ушки, или... Ой... Или отвалится бирка, или с хвостиком что-нибудь станет, на удивление, с ней вообще ничего не происходит. И она из вот такого вот бархатного материала, который очень легко стирается, и тоже не портится. И зайчик был раза в три дороже, чем вот эта вот мягенькая игрушка. Результат мы сразу видим на лицо. Кстати, у него и швы все целые, и он не подрался, с ним вообще ничего не случилось. А вот пример дорогой мягкой игрушки, вот эта лисичка. Таких игрушек сейчас очень много. И она на самом деле тоже действительно очень хорошая, ей можно играть, но у нее есть некоторые проблемы. Вот, например, как вы видите на ноге, здесь у нее какие-то нитки, и у нее очень часто вот так вот лезет шерсть, хотя эта игрушка дорогая. Очень классно играть с ею, с собаками, в потягушке. Так, можно я пока что лисичку свою отсюда-то все-таки заберу? Софиша очень любит свою лисичку. Грызть. Вот также пример с развивающими игрушками, силиконовыми или резиновыми игрушечками, у которых внутрь что-то кладется. И вот пример дешевой игрушки, которая стоила в пределах 100 рублей. Эйвен и Софи обгрызли этому ежику шипы. Очень легко, между прочим, он быстро развалился. С ней ничего не стало, здесь очень качественный силикон, и он никак не обгрызается вообще. То есть, если мы видим здесь на некачественном силиконе или резине следы зубов, то здесь даже нет следов зубов, настолько это качественный материал. Уже отгрызен нос. Хотя эта игрушка не сказать, что была самая дешевая. Краска потрескалась, а это значит, что собаки эту краску поели уже. Одно крыло тоже оторвалось, и это, наверное, сейчас можно уже даже отломать. Да. И, по-моему, где-то шею, да, ей уже практически оторвали голову, и сейчас она очень легко сломается. То есть, крупная собака бы справилась с такой курицей просто за 5 минут. И, например, другие силиконовые резиновые игрушки, с которыми точно так же вообще ничего не произошло, никаких царапин, хотя ими играют постоянно, их постоянно таскают за веревки. Эйвен постоянно грызет вот эти вот разные кончики, и с этими игрушками, а они дорогие, ничего не случилось. А, например, игрушка подешевле для крупных собак, она уже здесь, вот канатик превратился в катышки, здесь она начала уже рваться, не очень качественно прошит, то есть, если крупная собака его потянет, то, скорее всего, от него ничего не останется. И вообще можно на самом деле делать игрушки для собак своими руками, и мы об этом сделаем видео. В общем, дешевые игрушки могут оказаться хорошими, а дорогие игрушки могут оказаться плохими. И, конечно же, в конце концов, любая игрушка, и дешевая, и дорогая, рано или поздно сломается, испортится. Поэтому, по сути, их основное отличие в материалах, из которых они сделаны. Дорогие игрушки сделаны из более качественных и безопасных материалов, а дешевые из менее качественных и менее безопасных для животных материалов, как для кошек, так и для собак. То есть здесь, скорее всего, всё зависит больше от того, сколько у вас денег и сколько вы можете позволить себе купить игрушек дешёвых и дорогих. Мы никогда не предугадаем. Даже если фирма хорошо себя зарекомендовала, бывает такое, что она делает не очень хорошие игрушки. И я с этим сталкивалась. Это, к сожалению, правда жизни. Сейчас не всегда можно найти что-то дешёвое и при этом очень хорошего качества. Я тут хотела вам ещё предложить такую прикольную идею, которая нам пришла в голову. Ну, вы знаете, те, кто смотрит давно наш канал, что он изначально назывался Чхуа Софи, и Софи была первая говорящая собака. Все видео были от неё, Иван лишь изредка появлялся. Я тоже без головы. Канал менялся, и когда мы переехали в Таиланд, мы его переименовали опять. И я уже там появилась, и Ивана стало гораздо больше, он даже выпустил своё шоу. И, в общем, в конце концов мы пришли к тому, что канал назвался Догмама Аня и Собаки. Тут произошла недавно такая ситуация. Муравьи стали обижаться. Так и есть. Наши муравши обижаются на то, что, получается, мы с ними не семья. И, кроме того, кто смотрел прошлое видео, знает, что в скоро времени появится ещё собачка. Так как мы сейчас живём уже за городом, я хочу завести ещё кошечек. Мы постоянно показываем каникулы бабушке, а там не только много собак. Там котики, кошки, попугаи, канарейки, разные птички, голуби, поросятки и другие животные. Я, например, очень люблю шиншилл, мне нравятся хорьки, но вы часто просите, заведи хорячка. В общем, на нашем канале и так уже много животных, и, возможно, у меня у самой будет ещё больше животных. И получается, что я уже совсем не Догмама, а у нас очень большая семья из животных. И главное в этом всём слово «семья». Да, нам пришла идея снова. Один раз, последний, окончательно, бесповоротно переименовать канал. Давайте придумать новое название. Я решила, что в названии канала не обязательно должно быть моё имя, и мы не можем назвать канал «Чакуа Софии Эйвен», потому что будут ещё другие животные. Но, конечно же, София Эйвен останутся главными героями этого канала, они никуда не денутся, все истории будут в первую очередь про них. Кодовое слово «хэштег собака». Вы все знаете, по крайней мере, большинство из вас знает, что у меня есть канал «Эни Мэджик». И мне очень нравится слово «мэджик», «магия», «волшебство». И поэтому мне пришла в голову идея, что, может быть, стоит использовать это слово в названии нашего нового канала, например, «Мэджик Фэмили». Мы же все семья, и большинство животных разговаривают, поэтому, в принципе, мы волшебная семья, может быть, семейка «Мэджик». Если вам нравится моя идея «Мэджик Фэмили», напишите плюсик в комментариях. А если у вас есть какие-то гениальные свои личные идеи, обязательно напишите их тоже в комментариях, потому что мы будем выбирать имя из ваших предложений, из моих идей. Но хотелось бы действительно что-нибудь такое прикольное, связанное с семьей, животными, развлечениями, говорящими собачками, годиками и другими питомцами. Вот такое вот у меня к вам предложение, пишите свои идеи в комментарии. А еще сегодня на моем канале «Эни Мэджик» по вашим просьбам я все-таки сделала видео «Было не было» про себя, так что можете пойти и посмотреть его. Там есть очень интригующие пара вопросиков и про Софи с Эйвеном. Давайте поиграем, что ли? И еще будут. А сколько мы уже выбросили? Не знаем. Кошмар просто. Пока! Никто со мной сегодня не хочет играть. Эйвен, пошли поиграем, а? Мне лень, я хочу лежать на диване, как мужик в воскресенье. А мне пора добить следующий мячик. А где другие? Этот плохой, плохой, значит этот последний. Ловлю, ловлю. А сейчас я... В общем... Жмите на эти кругляшки. И смотрите еще ролики. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...